Мы с вами помним, когда запускается программа, появляется соответствующий процесс. Но если посмотреть список процессов на свежезапущенной операционной системе, мы увидим более сотни процессов. Хотя я всего лишь запустил эмулятор терминала bash и htop. Значит, все остальное было запущено другими программами. То окно, в котором я залогинился, это ведь тоже какая-то программа, благодаря которой я и могу войти в систему. И вот этот графический интерфейс тоже какая-то программа. Если я открою браузер и зайду на какой-то сайт, я, может, и не думаю об этом. Но чтобы я смог зайти на этот сайт, сработала еще одна программа, которая отвечает за работу с сетью. То есть, чтобы я мог выполнить какие-то простые действия, должны работать какие-то программы. Они всегда работают на фоне и помогают пользователям удобно пользоваться операционной системой. Вот эти программы, которые работают на фоне, называются демонами или даймонами. И тут отсылка не к библейским демонам, а к древнегреческой мифологии. Что-то типа ангелов-хранителей. То есть, чтобы я мог нормально работать, должны работать демоны. Но чтобы они работали, их должен кто-то запустить. Этим занимается специальная программа. Система инициализации. Есть различные реализации этой программы. Мы с вами рассмотрим систему D, которая используется во многих популярных дистрибутивах. В том числе CentOS и Red Hat Enterprise Linux. В прошлый раз мы остановились на том, что ядро вместе с init.rm.fs запускает программу sbin.init. sbin.init олицетворяет систему инициализации. И, как видите, сейчас она показывает, что системой инициализации является систем D. Система инициализации – это первый процесс, запускаемый в пользовательском пространстве. У него процесс ID 1. Мы упоминали про процесс с идентификатором 1, когда говорили о процессах. Если убить родительский процесс, у дочернего процесса родительским станет процесс с номером 1. Так вот, после запуска система инициализации должна запустить демона. Но это не просто список программ, которые нужно запустить. Какие-то программы нужно запускать раньше, чем другие. Какие-то программы могут конфликтовать и всё такое. А что делать, если какая-то из программ не запустилась? Нужно же ещё дать возможность пользователям при желании решать, какие программы запускать при включении, какие не запускать. Все эти задачи и стоят перед системой инициализации. Систем D, кроме того, что является системой инициализации, также отвечает за многое другое. Например, за управление сервисами, логами, сетью и тому подобное. Нужно понимать, что роль системы инициализации, как и говорит название, запуск операционной системы, чтобы всё начало работать как надо. На этом полномочия системы инициализации заканчиваются. Но систем D позиционирует себя как системный и сервисный менеджер. Он связывает и заменяет многие компоненты операционной системы. Из-за чего, с одной стороны, многое друг с другом интегрировано, легче разрабатывать и администрировать. А с другой, сложнее заменить один компонент на другой. И появляется зависимость дистрибутивов от систем D. Очень сложно заменить систем D на что-то другое. Придётся многое переделывать. Это противоречит философии Unix. Пишите программы, которые делают одну вещь и делают её хорошо. В итоге, сообщество пользователей разделилось на сторонников и противников использования систем D. Я всё это к тому, что пусть вас не пугает большой функционал систем D. Он нацелен на большее количество задач, чем просто инициализировать систему. Поэтому что-то мы рассмотрим сегодня, а что-то останется на потом. Демонов много. Они по-разному запускаются, по-разному останавливаются. Что-то нужно перезапускать в случае ошибки, что-то не нужно. Что-то нужно раньше запустить, что-то позже. То есть к ним нужен как массовый подход, чтобы удобно было ими управлять, так и индивидуальный. Поэтому демонов оборачивают в так называемые сервисы. Сервис – что-то типа инструкции по эксплуатации демона. В сервисе указано, как запускать демон, как его останавливать, с какими другими демонами он связан и тому подобное. Какие-то сервисы приходят вместе с операционной системой. Другие сервисы появляются при установке программ. А что-то вы можете и сами написать. Например, если вы работаете в компании, где программисты написали какую-то программу, а вам нужно обеспечить работу этой программы на серверах, то это, скорее всего, ваша задача – написать сервис, чтобы программа нормально стартовала при запуске операционной системы, нормально завершалась и всё такое. Итак, мы с вами разобрали, что такое сервис. Систем D работает с юнитами, а сервисы – один из типов таких юнитов. Есть ещё другие типы юнитов. Например, юниты устройств, юниты монтирования и так далее. Но нас сейчас интересуют сервисные юниты и таргеты. Таргеты – это также юниты, представляющие из себя группу юнитов. Таргет от слова «цель» говорит о конечном результате, достигаемом с помощью группы юнитов. Допустим, чтобы у нас был графический интерфейс, чтобы я мог открыть браузер и зайти на сайт, послушать музыку и тому подобное. Одного сервиса недостаточно. А вот если я возьму группу сервисов, отвечающих за графический интерфейс, сеть, звук и тому подобное, то это уже будет готовый результат, который я хочу. То есть графический таргет. И если мы посмотрим вывод команды systemctl getDefault, то мы как раз увидим, что систем D по умолчанию грузит таргет с названием graphicalTarget. А с помощью команды systemctl listdependencies graphicalTarget мы как раз увидим, какие юниты нужны для этого таргета. Как видите, графический таргет предполагает использование мультиюзер таргета, а внутри него огромное количество других юнитов. К примеру, на серверах, по умолчанию, вместо графического таргета используется мультиюзер. Примерно то же самое, но нет графического интерфейса, что позволяет сэкономить ресурсы. И если мы захотим, чтобы у нас тоже было как на серверах, чтобы всё работало, но без графического интерфейса, мы можем поменять таргет по умолчанию с помощью команды sudo systemctl setDefaultMultiUserTarget. Ну и заметим мы это только при запуске. А пока вернём как было. Как видите, при выполнении этих команд у нас создаются и удаляются символические ссылки. И тут участвуют две директории etc.systemd и user.lib.systemd. Когда вы устанавливаете какую-то программу или в целом операционную систему, то все файлы юнитов попадают в директорию user.lib.systemd. Допустим, посмотрим файл graphical таргета. Тут у нас описание юнита и путь к документации. Ну и как видите, тут написано requires multi-user target. То есть для загрузки графического таргета требуется загрузка multi-user таргета. Также тут написано wants display manager service. Display manager это та программа, которая у нас спрашивает логин при входе в систему. Ну и она же грузит рабочее окружение. wants означает, что если этот сервис есть, то нужно его загрузить. А вот если он не грузится, или нету такого сервиса, то ничего страшного, таргет все равно прогрузится. Если проблема с requires, то таргет перестанет грузиться. Также тут у нас conflicts. То есть этот таргет не может одновременно работать с этими сервисами и таргетами. И что запуск этого таргета остановит работу указанных здесь сервиса и таргета. After означает порядок, после каких сервисов и таргетов грузить этот юнит. Ну и Allow Isolate означает, можно ли использовать этот таргет как состояние, к которому можно перейти с помощью команды systemctl-isolate. То есть таргеты это группы юнитов. И в случае с graphical target или multi-user target, их можно использовать как состояние загрузки операционной системы. То есть с графическим интерфейсом или без. Но все же есть все нужное для работы. Но есть, например, таргет сети, network target. Опять же, группа юнитов нужная для работы сети. Но на него переключаться бессмысленно. Так как это не готовое состояние операционной системы, в котором можно работать, а просто группа юнитов. Для примера есть RescueTarget. Это состояние системы, в котором большинство демонов не работает. И это нужно для решения каких-то проблем. Допустим, когда система не грузится. Мы сделаем sudo systemctl-isolate-rescue-target. И, как видите, теперь у меня система просит рут-пароль для перехода в режим восстановления. Смотрим H-top. Как видите, процессов очень мало. Ну и чтобы вернуться обратно, я делаю systemctl-isolate-graphical-target. В старых системах инициализации эти состояния, в котором можно было переходить, назывались run-level'ами. Они были пронумерованы от 0 до 6, среди которых 0 – это shutdown, 6 – это restart, 1 – это аналог rescue-target, 3 – это аналог multi-user-target, 5 – это аналог графического-target, ну и оставшиеся – это промежуточные состояния. Были директории с соответствующими номерами, в которых лежали скрипты, которые выполнялись при переходе на определенный run-level. Собственно, это и было основой системы инициализации. Это просто полезно знать, потому что некоторые люди до сих пор говорят о run-level'ах, могут на собеседование спросить, ну и вы вполне можете наткнуться на другую систему инициализации. Я не буду сравнивать системы инициализации, но если вам интересно, у Симаева есть ролики про различные системы инициализации, плюс я приложу ссылку со сравнением систем инициализации. Это были таргеты, группы юнитов. Теперь же давайте посмотрим на какой-нибудь определенный юнит, допустим, GDM, тот самый дисплейный менеджер. Тут у нас, кроме секции юнит, появились еще две секции, сервис и инсталл. В секции сервис у нас есть информация о том, как сервис запускает демон, exec start, то есть просто запускает команду user asbin kdm, а вот exec stop post запускает команду после остановки сервиса. Как видите, это какой-то скрипт, и вы можете в нем разобраться. Все опции я разбирать не буду. По большей части у разных сервисов могут быть свои опции. Знать все наизусть не надо. Всегда можно обратиться к документации. Что может быть интересно, так это секция install. Как видите, тут написан alias равно display manager. У нас есть две команды systemctl enable и systemctl disable. Если мы хотим, чтобы какой-то сервис запускался при включении операционной системы, мы запускаем команду enable. Допустим, sudo systemctl enable gdm. Как видите, никакого вывода не было, потому что этот сервис уже включен. Если мы хотим убрать из автозапуска этот сервис, делаем sudo systemctl disable gdm. В выводе написано, что удален файл etc.systemd.system.display.manager. Если опять сделаем enable, то увидим, что создалась символическая ссылка, которая введет на файл gdm.service. То есть, такое вот название символической ссылки на основе того, что было написано в alias секции install. Ну и можно посмотреть, включен ли сервис с помощью команды systemctl is enabled gdm. Что еще интересно, символическая ссылка создается в директории etc.systemd.system. Если в userlib.systemd у нас файлы этих сервисов, то в etc.systemd преимущественно символические ссылки, означающие, что данный сервис включен. Ну и если у нас есть свои какие-то сервисы, написанные нами вручную, то правильнее всего считается класть их именно в etc.systemd. Подводя итоги, для нормальной работы операционной системы нужны программы, работающие в фоне демона. Для запуска демонов при включении компьютера нужна система инициализации, одной из которых является системd. Системd много чего умеет, помимо запуска демонов. Для правильной работы с демонами используются сервисы. Системd для этого использует сервис юниты и таргет юниты, то есть группы юнитов. Чтобы сервисы запускались при запуске операционной системы, они должны быть enabled, что мы делали с помощью команды systemctl enable. Ну или наоборот с помощью disable. Таким образом, операционная система запускает все нужные программы при включении. Теперь, объединяя эту и предыдущую тему, вы имеете представление, что именно происходит при запуске компьютера и операционной системы.